Здравствуйте, уважаемые телезрители! Прежде чем я представлю нашего гостя, напомню, мы продолжаем наш интерактивный опрос. Будут подведиться итоги в следующих эфирах, но во всяком случае на протяжении этого эфира тоже ждем от вас звонков. Вот вопрос звучит так, отмечаете ли вы Пасху? Вот если вы, так сказать, да, отмечаете, посмотрите в левую часть экрана, увидите номер телефона, по которому вы можете позвонить, проголосовать. Если нет, то в правой части будет номер телефона, по которому позвоните и примите участие в нашем интерактивном опросе. Ну а наш гость Михаил Рыжковецкий, искусствовед, арт-критик, куратор многих проектов, ну и директор Музея истории евреев Одессы Мигдаль Широшем. Когда мы говорили по телефону, ну, понимаете, Миша человек занятой, и вообще много времени с ним говорить по телефону невозможно. Но когда мы разговаривали по телефону, я спрашивал, Миша, а как мы определим тему нашего разговора? Он мне предложил такое, так сказать, понятие, как метаморфоз. Вот. Тут я чуть-чуть в ступор упал. Вот. Ну, я вообще-то представляю себе, там, как бабочка откладывает яйца, там возникает, так сказать, куколка, там, мусеницы и так далее. То есть, какие-то метаморфозы в природе происходят. Но я так понимаю, что ты имел в виду метаморфозы, происходящие просто в наших головах, наверное, да. Ну, или не происходящие. Или не происходящие, да. Я совершенно конкретный есть повод. Дело в том, что такой музейный повод. Дело в том, что там команда энтузиастов готовит такое событие в Нерубайском. Там, где находится музей партизанской славы, катакомбы. И я поэтому рекомендовал Александра Бабича пригласить. Потому что я его как-то в это мероприятие... Окунул. Ну, не то, чтобы окунул, а это его, так сказать, родное. И я порекомендовал организаторам соблазнить его. И они с успехом его соблазнили. И мы думали о том, с ним вместе так просто вот разговаривали. О том, ну, там будет какая-то такая атрактивная часть, какая-то выставочная, какая-то экскурсионная. Но советовались о том, вот теоретическая часть какая. И я вот предложил в качестве названия это название. Почему? Потому что у нас в стране есть очень много музеев, очень разных и очень хороших. Я вообще люблю все музеи. Во многих из них поработал-то? Ну, нет. Как раз поработал всего-навсего вдвох. Это больше, чем один в два раза. А, нет, больше, да. Больше, да. Но не важно. Дело в том, что много есть музеев. И консервация, консервация, вообще одна из основных функций музея. Сохранить, сберечь. Это для музея очень важно. Ну, вот какая штука. Многие музеи, особенно такого краеведческого направления, они и создавались в определенное время. И коллекции формировались. Ну, в советское время, скажем так. Прямо. И четкая идеологическая задача ставилась. Совершенно верно. И ставилась очень четкая идеологическая задача, которая, ну, так, мягко говоря, отражала не всю действительность, а, может быть, даже и ее отчасти искажала. И здесь вот возникает вопрос. Вот что с этим делать? Вот что с этим делать? И есть два варианта ответа. Первый вариант – это как собрать там все это и сжечься. Это касается не только музеев. Это какое-то святодатство вообще-то, по-моему, нет? Вот сейчас я отвлекусь. В Киеве вот только что пытались, ну, скажу, назову слово такое приличное, демонтировать памятник чекистам. Вообще замечательный памятник монументального искусства. Но чекистам. Там очень такой материал серьезный, что это там не Ленина свалить. И пытались отбить им носы. Ну, вот так, в такой форме. Знаете, гигантский памятник. Но памятник устоял бы. Гигантский памятник. Вы представьте удовольствие, да? Памятник с отбитыми носами. Вот Венера без рук ничего нормально себя чувствует. Хотя, вероятно, с руками было бы как-то. Ну, ладно, без рук. А вдруг у него в руках висло бы? Да, в руках висло бы. Или о войске там. Уничтожить. Второй путь. Не уничтожать, а так чуть-чуть отфильтровать. И оставить это как часть определенного исторического контекста. Допомнив иными историческими контекстами. Допомнив. То есть возникает там катакомба. Это не только партизаны. И не только в той трактовке, которую я знаю Сашковой. Которая не вполне соответствует той исторической правде. Которую показывают нам документы. А там еще и какие-то животные жили. А потом, так сказать, их раскапывают. А там еще и добывали камень для строительства этого города. То есть... Кетербайдисты активно пользуются. И женщины. И женщины. А кстати, между прочим, и катакомбы. Это же колоссальные залежи старинных, очень старинных животных. Там же откапывают и древних каких-то верблюдов. По-моему, жирафов там. Совершенно верно. То есть... Жили в этом районе. Совершенно верно. То есть... Вот это называется метаморфоз. Если говорить не о биологии, а о культуре, то это превращение. Не уничтожение, а превращение. То есть... То, что было, оставалось. Ну, чуть-чуть. Но в целом это не похоже на то, что было, получается, организм. И если о гусеницах говорить, то там работают законы природы. Достаточно жутко. И если там гусеница начнет говорить о том, что вот мне нравится быть гусеницей. И доводить их бабочек. То это... Ну как, если по-человечески говорить, как-то глупо. А если отличься от человеческого образа мысли, то это просто невозможно. Или наоборот, сказать, ребята, а что это мы так долго гусеницы? Когда вон... Там уже порхают, а время еще не вышло. А ну давайте как-то поторопим этот процесс. В животном мире это не получается. В человеческом мире, где не настолько автоматизированы эти законы, вот эти функции превращений выполняют, собственно говоря, культура. Это не значит, что все превращения хороши. Отнюдь. А действительно, катакомбы стояли веками. И там постоянно какие-то эпохи, может быть, большие, меньше, с каких-то временами меняли, так сказать, их функциональность. Значит, я не специалист по катакомбам. Я знаю, что парижским катакомбам, которые привлекают огромное количество туристов, и там сделан потрясающий музей, которые подметки не годятся одесским по величине, по этому историческому прошлому и так далее, и так далее. Я в Улыбки Бога играл экскурсовода по катакомбам и приводил этот факт. Значит, кстати, о футболе. Кстати, о футболе. Вот шахтер Валенсия, да? Или Севиль? Севиль. Севиль. Шахтер Севиль. Вот как-то, вот есть такое понятие «болеешь», да? Древний инстинкт. Древний. Древний инстинкт, наверное, неизбежный. Начинаешь себя идентифицировать именно с шахтером, а не с Валенсией. Севиль. Ну, не важно, в конце концов. Севиль. Я бы взял ближе, так сказать, для Одесситы в матч, когда Черноморец играл с шахтером и вырвал нищую. Да, Черноморец. И когда-то я так говорил, что есть вот такой древний механизм самоидентификации. Вот когда там, я не знаю, а Черноморец играет с «Динамо Киев», я болею за Черноморец. А когда «Динамо Киев» играет со «Спартаком», мне «Спартак» может больше нравится, но я все-таки болею за «Динамо Киев». Вот эти наши и не наши. Никуда от этого инстинкта не денешься. Это, по сути говоря, очень близкий к природным механизмам инстинкт. Наши, не наши. Мое племя, не мое племя. Но это очень древний инстинкт. И если на нем замыкаться, то это может привести, то, собственно, может уже и приводит к большим проблемам. К большим проблемам. Я, кстати, вырос на «Спартаке», если уже речь пошла о футболе. Я играл там в футбол. Сам играл. И никак не мог понять, что делают эти толпы людей, которых сейчас уже человек не может увидеть. Которые стоят, о чем-то говорят, там лозгают семечки постоянно. И перемывают, там считают очки, что-то такое. Они куда-то исчезли. Они стояли на «Спартаке», на «Соборке», еще в некоторых местах. Ну, там на «Соборке» еще собираются. Ну, это уже не то. Уже не то. Уже не то. Поколение уходит. Это было какое-то место свободы. Людям надо было отвлечься от той самой пропаганды жесткой. Да, как-то отвлечься. Вот такое было у них было развлечение. А потом вместо болельщиков появились фанаты. Я бы даже сказал еще хуже «Ультрас». И я перестал ходить на стадион. Потому что я обратил внимание, что люди приходят на стадион не для того, чтобы получить удовольствие, собственно говоря, от игры, а для того, чтобы получить удовольствие от того, что можно покричать. Или чем дальше, тем больше. Не просто покричать, а еще махануться после матча. Сейчас это уже менее актуально стало, потому что с началом военных действий все болельщики объявили перемирие. Да, слава богу. Но все равно, когда они активно участвуют в политических акциях, согласитесь. Они структурированы. Это процесс, как говорил Жванецкий. Надо, так сказать, обогнать толпу, возглавить и завести. Я напомню определение, что такое фанатик. Фанатик, по-гречески, это слепая вера. По-гречески, если я не ошибаюсь, это иступленный, одержимый. Да, вот в некоторых отношениях это не самое лучшее состояние для участия в политике. Если, кстати, смотреть матчи испанского чемпионата, там ходят на футбол, как в театр. И там болельщики, они все нюансы, там хороший пас, там какой-то небольшой эпизодик, там удержал мяч, не выпустил за пределы поля. Понятно, да. Выкрутился, они аплодируют, как в театре. Как в театре, да. То есть там, да, они поют свои какие-то песни. У нас, к сожалению, так не было. Вот из тех, даже болельщиков, я не говорю о фанатах, по моим, так сказать, наблюдениям, ну, в лучшем случае, там процентов пять вообще понимали, о чем они говорят. Вот, положа руку на сердце. Ну, неважно. И это проблема пропорций, меняться. Для того, чтобы оставаться самим собой, мы должны меняться. Это касается всего живого вообще. Вот живое, оно может оставаться самим собой, только если оно меняется постоянно. Но бывают более резкие изменения, бывают более быстрые. Особенно, когда за дело берется не природа, которая относительно медленно работает, а культура. Культура все убыстряет. То, что делает человек, создает человек, он все это делает. Крылья он сделал гораздо быстрее, чем создавая эта природа. Гораздо. То есть неизмеримо быстрее. И процесс все время нарастает, и нарастает, и нарастает. В этом есть определенные плюсы, в этом есть определенные минусы. И музей является одним из инструментов культуры, как мне кажется, призванной размышлять. Размышлять, что вот без... Все это хорошо, но вот если не думать, ну все-таки человек не гусеница и не бабочка. Вот эта ночь музеев, которую я не провожу последние два года. Почему? Потому что у меня создалось такое впечатление, что люди приходят развлечься. В там фаер-шоу, как это называется, когда едят. Я вот хотел выждать паузу, но все-таки перебью. Потому что это в контексте твоего месседжа последнего. Театр же тоже сейчас на какие-то полюсы разбежался, поляризировался. Потому что появились такие однодневки, так сказать, шоу. Которые ездят и бабло собирают просто на именах актеров. А это пустышечки какие-то, постановки и так далее. Совершенно верно. Вот огромное количество сценических эффектов. За этим ничего. Совершенно верно. А потом, когда, извините, сходишь наконец-таки, слава богу, на Островского или Шекспира, предположим. Дева даже не... И отдохнешь с душой. Но, слава богу, это еще есть. Не, можно и Шекспира сделать 3D так, чтобы трясти, и это вот, и это как-то... Ну, в 12... Кира шоу. В 12 стульях прекрасный был ревизор, кстати, как один из примеров. Да. Ну, это... Ну, там пародировался театр Мирхольда, тоже не очень плохой. Дело не в этом. Дело в том, что... Ну, я тоже люблю развлекаться. Как любой человек, нормально. Я люблю развлекаться, я люблю фильмы какие-то приключенческие, детективы. Я человек простой. Но только это, и сводить все к этому, это тупик, который ведет нас к пропасти, на краю которой мы все время стоим. И все время будем стоять. Человек, и я говорю не только о нас, о деситах, я говорю не только о нас, об Украине, я говорю о человечестве в целом. Человек дошел до такой ситуации, когда он все время стоит на грани пропасти. И нужен баланс. Отойти назад, ну, можно отойти назад, ну, так, чтобы превратиться. Ну, даже это я себе не представляю. Мы даже в животное не можем превратиться сейчас. Мы же вынуждены быть людьми. А идти вперед только, если там построены какие-то конструкции. Их нужно бы строить быстро. Для этого нужно думать. Для этого, ну, я не знаю, ко мне приходит в музей обычная группа студентов, человек 15. И мне кажется, они получают это удовольствие. От чего удовольствие? Не от того, что они увидели какой-то интересный предметик. Это, так сказать, дело побочное. Есть завлекушки, конечно. От того, что они что-то больше узнали о себе. Даже не говорю там об истории евреев Одессы. Они больше что-то узнали. В конце концов, больше всего и человека интересует он сам. Знаете, знаменитый этот прием, как мужчин соблазнять. Дать ему возможность говорить о себе и внимательно при этом слушать. Но это касается не только мужчин, кстати. Человек интересуется собой. Человек, кстати, извини, в последнее время достаточно интерес возник активно уже на протяжении десятилетия, может быть. Люди копаются в своем генеалогическом древе, пытаются восстановить, а кто были наши предки и так далее. Потому что раньше как-то это у нас немножко, так сказать, выжигалось. Я не уверен, что, идя по этому пути, хорошее увлечение, слава богу. Но я не уверен. Это тоже своего рода attraction. Я не уверен, что они что-то узнают о действительных себе. Может быть, о воображаемых себе. Здесь тоже тонкая грань. А мы стараемся у нас в музее как-то, чтобы человек узнал о себе. А как он может узнать о себе? В этом мире или в новом мире, в чем-то новом, что для него здесь открылось. И таким образом он сам, человек, становится как-то шире, глубже, разнообразнее и узнает это. То есть его шуры немного так раздвигаются. Это удовольствие, вообще-то говоря. Но это не совсем развлечение. Общение с умным человеком – это удовольствие. Но это, ну как, ну развлечение все-таки это немножко другое. Ну вот так об этом… Вот так же, да. Почему такой огромный интерес вызывает вот такие игровые передачи, типа «Что, где, когда», там всякие интеллект-шоу? Потому что человек сидит и смотрит, иногда бывает, вот они не угадали, а я угадал. И я это сделал раньше. Что касается… И вот на фоне их проигравших человек самоутверждается. Что касается шоу, то в шоу наибольший интерес вызывает… Не, ну конечно, там есть действительно аттрактивные элементы, в том числе в такого рода викторинах. Но в шоу самое интересное – это личность. Это может быть личность ведущего. Это может быть личность игроков. И в хороших шоу, это даже может быть какое-то кулинарное шоу. Но оказывается, если внимательно приглядеться, что людей интересует не то, как они там готовят, или не то даже правильно, хотя это присутствует как дополнительный азарт, правильно ответил или неправильно ответил. Как они ведут себя как люди? Как они решают проблему в отношениях с другими людьми? То есть, это, собственно говоря, человеческое качество. То есть, самое интересное, с моей точки зрения, шоу – это там, где проявляются каким-то образом личности. Хотя там, конечно, шоу есть шоу, доля развлечения должна быть достаточно высока. А музей – это не шоу. Музей и театр. Хотя театр, казалось бы, шоу. Конечно. Нет, ну, слава богу, есть классика, она востребована и достаточно часто ставится. Я думаю, что дело не в том, классика это или не классика. Дело просто в определенном качестве. В определенном качестве. Это может быть очень сильное современное произведение. И очень сильное классическое произведение, которое бездарно или подставлено, или, я не знаю, интерпретировано как шоу. Ну да, тут важно, как выписаны образы, потому что, ведь, чего мы ходим в театр? Что переживать? Что переживать, наблюдать за теми историями, думать о том, а как бы я поступил? Ну, это сложная сфера. А может вернемся в катакомбы? Потому что мы так упомянули чуть-чуть об этом. Я просто не специалист. Я поэтому предлагал позвать Александра сюда. Я в этом не специалист. Во всяком случае, человек должен быть компетентен в том, в чем он говорит. Я не компетентен. Это все-таки достаточно узкая вещь. Но, во всяком случае, они работают над этим проектом, да? То есть, идея уже, так сказать, разрастается, зерно... Да, да, там что-то будет, и надеюсь, что будет хорошо. И дай бог всяческая выдача. В Музее современного искусства, кстати, не могу сказать, что к этому событию, но просто в следующем месяце откроется очень интересная выставка, которая к нам, к сегодняшнему дню, имеет прямое отношение. Лихие 90-е. Об искусстве, конечно. Но там поставлен вопрос, а вот нет ли какой-то параллели. Ну, это во всяком случае, любопытно, тем более, что для меня 90-е, это в первую очередь занятие современным искусством, там, Центр современного искусства Сороса и так далее, и так далее. А, кстати, действительно, 90-е же были очень лихими. Там же параллельно с тем, что начал прорастать, вот андеграундное искусство стало выходить на поверхность, уже появилась какая-то более-менее свобода, она стала более востребованным, галерейщики начали, так сказать, не просто собирались, полирояли, и ждали, когда милиция придет и разгонит. Но параллельно, активно, вот как грибы поганки после дождя, кич полез тогда. Причем в сумасшедшем образе. Там немножко и стреляли. Ну, это да. В других масштабах, но, не знаю. Ведь проблема, еще одна проблема. Я люблю этимологию. Вот лихие и лишние – это однокоренные слова. Вот какое-то время некоторые считают, я так не считаю, но некоторые считают, что вот это какое-то время, не давшее результатов. Я, повторяю, так не считаю, но это проблема. Вот интересно, а вот наше время. Будет вообще проблема результата, вот какого-то движения куда-то. Есть ли у нас какая-то стратегия, есть ли какой-то вектор? Ну, говорят, что есть. Ну, это вот я о Чернобольде вспоминаю, какую партию, какое общественное движение не создаешь, все равно получается КПСС. Как-то, как-то все время на одном месте, а более того, даже не на одном месте, мы как-то все ниже и ниже скатываемся. В общем, интересно. Нет, ну, с другой стороны, кстати, вспоминая 90-е, ну, не начало их, но где-то середина-конец, начало 2000-х, вот вдруг стало очень модным, вот когда стали появляться новые офисы, да, вот с евроремонтом и так далее, потом стало очень модно прикупить какую-то картину, причем желательно абстракциониста какого-нибудь, причем такую подороже, чтобы она висела там. И причем эти, ну, те начинающие олигархи, ну, тогда это они были еще пока не олигархами, но уже были при деньгах отжатыми у цеховиков. Вот. И они сами ничего в этом не понимали, но зато у них был малиновый пиджак. Но у него в офисе вот это висело. Ну, во-первых, далеко не у всех это висело, я это знаю, потому что я тогда предлагал спонсировать и ходил по этим офисам. Здесь очень важное слово евроремонт. То есть хотелось вот быть поближе вот к этому миру, к этому образу, да. Но это на самом-то деле, вот эта вот Европа, это некие вещи, которые не только на поверхности, не только в виде евроремонта, компьютера и даже картины на стене. Там что-то, какие-то подкладки еще ниже, глубже, скажем так, вот которые, о которых мы и говорим ценности, которые очень тесно связаны с определенным общим уровнем культуры. Вот с ценностями проблемы. Ну да, если говорить, ой, у нас полторы минуты до окончания эфира. Если говорить об общем уровне культуры, то у меня пальцев на руке не хватит, сколько раз избегал столкновения с всякими лексусами и прочими, переходя на зеленый свет. Вот. Они давят друг друга, они давят нас. Сколько у нас аварий происходит. Просто из-за хамства. То есть, хам, но он стал богатым. Вот. И он стал диктовать, в общем-то, вернее, нивелировать те ценностями, за которых у нас душа болит. Но будем надеяться, что тоже... Что не задали. Спираль. Наша история, так сказать, культура развивается по спирали. Так что, как-то вернемся. Да. По спирали. Да, это Бог. Кстати, а вот, ну, буквально минутка есть. Когда открывается вот этот проект в мае месяце, да, в Музее современного искусства? Я не помню точно, да. А то можно посмотреть в интернете. И кто там будет представлен? Наши земляки или будут творяги? Нет, это одесское искусство 90-х. Одесское искусство. Разные художники. Ну, в первую очередь, контемпори-арт, конечно. Но не только контемпори-арт, насколько я понимаю. Какой-то срез. Ну, может быть, тогда, используя последние 30 секунд нашего эфира, договоримся сюда ближе к открытию. Уже будет, наверное, что-то более понятно, кто будет представлен, какие работы, в чем это будет. Да, ну, я советую тогда пригласить сюда или куратора этой выставки, Великодоминка или директора Семена Кантера. Потому что... Ну, вот вас троихи пригласили. Спасибо огромное. Еще раз напоминаю, в гостях у нас был Михаил Рожковецкий, искусствовед, арт-критик, куратор многих очень любопытных, интересных проектов и директор тоже очень интересного, необычного и нестандартного Музея истории евреев Одессы Мигдальши Рошим. Хорошей работы и оптимизма. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»